Укрепить берега и расчистить русло рек, чтобы в следующем году минимизировать последствия от паводков. Ещё месяц назад губернатор края Олег Кожемяка побывал в Октябрьском районе и дал поручение провести здесь аварийно-восстановительные работы. Кроме того, глава региона пообещал лично контролировать процесс. Поэтому побывал здесь снова и пообщался с местными властями и жителями. И далее мы уже будем находить ресурсы финансовые для того, чтобы работу начать в этом году и в течение года закончить. И сделать так, чтобы это село было защищено от наводений специальными гидротехническими сооружениями. Потому что четвёртый год идёт подтопление села. В селе Синельниково один вдоль улицы Набережная, растянувшейся вдоль реки Раздольная, сегодня укрепляют дамбу. Закончить должны до конца года. За работой наблюдают местные жители во главе со старостой села. Они отмечают, отсыпка позволит защитить дома от большой воды. Большое спасибо. Помогают, чем могут. НЧСу нашему российскому большое спасибо. Значительный объём работ по берегоукреплению предстоит выполнить в селе Синельниково-2, жители которого также топят несколько лет подряд. Губернатор уточнил, предоставлена ли пострадавшим денежная помощь за утрату урожая и имущества. Местные жители подтвердили, что выплаты получили. По 10 тысяч рублей за утрату урожая, по 50 и 100 тысяч – в зависимости от ущерба имуществу. У нас дом как раз на таком месте, что как раз первая волна нас захватывает. Сейчас пойдем посмотрим, что там можно сделать. Кроме того, глава Приморья сообщил жителям района, что аналогичные суммы дополнительно направят из резервного фонда правительства России. Бессловно, мы проведем эти выплаты по тем актам, которые были непосредственно составлены комиссиями, которые обходили дворы. Поэтому я думаю, что люди еще получат дополнительные деньги, что будет им хорошим подспорьем для того, чтобы полностью все затраты, понесенные во время наводнения, каким-то образом компенсировать. В результате летних паводков Приморья подтопило 47 населенных пунктов, почти полторы тысячи домов, более 7 тысяч придомовых территорий, 22 моста, 54 участка автомобильных дорог, более сотни – угодий сельхозпроизводителей. На восстановление транспортной инфраструктуры из резервного фонда администрации Приморского края уже направили 173 миллиона рублей. На расчистку русел рек – более 220 миллионов. 34,5 миллиона рублей выплатили людям за утрату урожая и имущества. Еще 38 миллионов рублей получили приморцы из резервных фондов муниципальных образований. Светлана Садовая, Новости на Восьмом.